Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите канал Next TV и в эфире программа интервью в прямом эфире. Я ее ведущий, Нурбек Сатаев. Я хочу представить гостей нашей студии. Это представители государственной ипотечной компании в лице директора Эльмиры Абджапаровой и заместителя ГИК Гулянды Нурмолдуевой. Добрый вечер! Спасибо, что согласились принять участие в нашей передаче. Тем более для этого есть серьезный повод, поскольку, как вы знаете, два дня назад, 27 января, в этой студии были бывшие сотрудники вашей компании, а также представители со стороны заемщиков. Ну и вы, наверное, слышали, о чем они говорили, какие были претензии высказаны в адрес государственной ипотечной компании. Если не возражаете, Эльмир Аим, начнем с вас. Хорошо. Вкратце можете рассказать, какая ситуация сегодня в государственной ипотечной компании, как ведется работа, все ли идет по вашим планам? Ну, во-первых, спасибо, что вы дали нам эфирное время, пригласили, да, и в ответ, как бы, что мы тоже высказали свою точку зрения вот насчет того, что вот были высказаны некоторые негативные вещи в адрес компании. Вот, и мы рады будем пояснить и ответить на все вопросы. Мы в целом открыты к диалогу, открыты ко всем вопросам, готовы отвечать, предоставлять информацию. Вот, касательно деятельности компании, сама компания молодая, работает на рынке всего 5 лет, и это первая такая системная попытка государства решить вопрос обеспечения жильем нуждающихся слоев населения. И вот сейчас первая программа, которая на 5 лет была утверждена, она истекла, сейчас правительство рассматривает новую программу, вот, в этой связи у нас есть некий перерыв в выдачах ипотечных кредитов, и я хочу заранее перед нашими клиентами тоже извиниться, есть некоторые такие вещи, технические накладки, вот, и мы надеемся где-то с 15 февраля, вот, ближе, вот, может быть, после 15 мы уже начнем полноценную работу по выдаче. Это раз. Во-вторых, если в целом брать за 5 лет, значит, что была компанией сделано за 5 лет, да, и вообще, что из себя представляет ипотечная компания. За 5 лет в целом компания смогла обеспечить жильем более 5300 семей, вот, именно нуждающихся, большей частью из них, вот, более 97%, 98% это работники бюджетной сферы, вот, те, которые имеют невысокий уровень зарплат, вы знаете, да, у нас эти люди. Вот, те, которые не имеют жилья, никаких операций с жильем, отвечают критериям программы, вот, и если брать в разбивки, то из них 30% это работники сферы образования, 31%, 15% работники сферы здравоохранения, в целом 36% отдельные работники, другие, вот, работники бюджетных структур, по 2% представители сфер культуры и соцразвития, и 1%, это вот, чуть больше 1%, это частная сфера, потому что ипотеку для работников частной сферы компания запустила недавно сравнительно, да, за счет средств, полученных от реализации ипотечных ценных бумаг, если брать в целом, вот, цели компании, это, вот, одна из основных ее целей, это привлечение ресурсов в сферу доступного ипотечного кредитования, а это что значит, должны привлекаться дешевые и долгосрочные средства, вот, и для этого компания работает с донорскими компаниями, работает над выпуском ипотечных ценных бумаг, вот, тоже хороший инструмент, он был, кстати, нами реализован впервые в истории страны, вот, но до этого первое время компания в основном опиралась на средства из госбюджета, сейчас работа с донорами дает первые плоды, и в настоящий момент активно реализуется линия в регионах, немецкий банк развития предоставил средства, вот, первая, значит, из них линия, это 10,5 миллионов евро, на сегодняшний день эти деньги выдаются в регионах везде, кроме Бишкек и Аша, они предназначены только для регионов, и там выдаются кредиты на три цели, первое, это покупка нового жилья, второе, покупка вторичного жилья с реконструкцией, вот, мерами, вот, по улучшению энергоэффективности этого жилья, и третье, это строительство индивидуального жилья, вот, на эти цели выдаются, три банка-партнера там работают, вот, отобранные непосредственно, вот, немецкой стороной, значит, это КИСБ, АКБ Кыргызстан и РСК банк, вот эти три банка, они активно во всех милиалах, вот, в своих милиалах везде эти услуги предоставляют, кроме Бишкек и Аша, вот, и мы просим людей, как бы, пользоваться этими услугами под 10% годовых, на 15 лет эти средства выдаются в национальной валюте без валютного риска, вот, и в целом, если говорить о потребности, как мы имеем на сегодняшний день только зарегистрированный спрос, это более 6 тысяч человек, а это, считайте, семей, и они запрашивают более 9 миллиардов сомов, и понятно, что, к сожалению, государственный бюджет данную потребность покрыть не может, поэтому мы работаем с донорскими организациями, которых тоже, вот, устраивает в целом принцип работы государственной платежной компании, когда мы работаем через сеть банков-партнеров, да, и кредитный риск распределяется на них, люди имеют доступ и выбор обращаться в любой из этих банков, в любом регионе филиалы этих банков, они достаточно широко распространены, в широкой филиальной сети, люди имеют выбор обратиться в любой из этих банков, который их устраивает, вот, и, соответственно, идет диверсификация рисков тоже среди этих банков, и обеспечено через вот такой подход к работе, обеспечено целевое использование данных средств доноров и возвратность, потому что на сегодняшний день наша возвратность, она составляет порядка 99% практически, да, потому что ипотечные кредиты – это кредиты, на которые люди покупают жилье, в условиях нашего менталитета жилье – это очень критичный и важный вопрос, вот, и люди стараются все-таки погашать вовремя. Конечно, пандемия этого года на нас сказалась, на наших клиентах сказалась, и за весь прошлый год нам предоставлено более 1100 семей, по-моему, да, получили у нас отсрочки в разном виде, исходя из своей индивидуальной финансовой ситуации. – А отсрочки по времени? – По, вот, там в разном виде, вот, то есть кто-то на 3 месяца, кто-то на 6 месяцев, у кого-то взнос уменьшено в целом, как бы, да, вот, и потом увеличено на, вот, период окончания кредита, вот, то есть в различном виде, исходя из платежеспособности и финансовой ситуации, каждого человека в отдельности рассмотрены и предоставлены. Такие отсрочки в этой связи наша компания недополучила за весь прошлый год доход более 42 миллионов сомов, да, но мы, несмотря на это, продолжаем, вот, работать и готовы и в будущем, если клиенты испытывают затруднения, тоже предоставлять, вот, в рамках возможного какие-то, вот, послабления и помощь. Вот, другой вопрос касательно многих очень интересует вопрос по снижению процентных ставок. В целом, я могу сказать, что за последний год с небольшим наша компания уже дважды снизила процентные ставки за счет снижения собственной маржи, то есть маржи ГИКа, вот, это было с 1 ноября 2019 года, по вновь выдаваемым кредитам снизены, и они уже, новые кредиты, выдаются по ставкам 6-7-8% годовых, и с 1 мая 2020 года мы снизили процентные ставки на один пункт по кредитам, которые были выданы до 1 ноября 2018 года. До скольких процентов были снизены? Там на один пункт, и сейчас вот есть у нас льготные кредиты, вот, часть кредитов, которые по ставкам 7-8-9, и вот недавно, 31 декабря, вышло распоряжение правительства, где нам порекомендовали снизить процентную ставку по вот этим кредитам и уравнять, по кредитам работников в бюджетной сфере, то есть льготным кредитам, и уравнять их до ставок 6-7-8% за счет снижения собственной маржи. Мы это решение сейчас прорабатываем, то есть это рекомендация, да, и оно требует, это, понимаете, вот, оно требует проведения ряда внутренних процедур, принятия решения внутренним органам, то есть это вот распоряжение, но в то же время это рекомендация. Если было бы сказано просто снизить процентные ставки с первого числа, вот с такого-то, допустим, да, и так далее, тогда это было бы легче, да, то есть оно, да, нераспорядительно, вот, рекомендательный характер, поэтому это требует ряда внутренних процедур соответствующих, вот, и мы сейчас над этим работаем, вот, мы хотим это реализовать, и вот сейчас производятся расчеты, проводится работа вот среди органов управления компании, вот, и мы надеемся, что это тоже в ближайшем будущем будет, вот, но я бы тоже хотела сказать, что были пожелания, высказывались людьми, вот, в условиях пандемии, мы все понимаем, это кризис, всем сложно, многие потеряли работу, у кого-то один из супругов перестал работать, у кого-то доходы упали, и это все понятно, и мы все это видим, и вот финансовые институты в целом в первую очередь всегда чувствуют ситуацию на, вот, в экономике, да, и поэтому это все видим тоже, и просто я хочу сказать, тем не менее, вот мы готовы пойти на снижение 6, 7, 8, чтобы полностью уравнять это значительное снижение, будет значительное снижение уровня доходов компании, вот, но, к сожалению, до уровня 4%, вот, как просят наши отдельные заемщики, пока на сегодняшний день не представляется возможным, но, возможно, в будущем, когда компания крепко встанет на ноги, будет позволять финансовое положение, будут постепенно, возможно, снижаться операционные расходы банков в связи с цифровизацией, когда-то это тоже, наверное, будет, вот, и я надеюсь, что мы к этому придем, да, мы бы к этому хотели прийти, вот, но сравнивать с Европой, где ставки очень низкие и очень такие длительные сроки, нас пока нельзя, потому что условия тесно увязаны с условиями экономики в целом, состоянием экономики и ВВП и так далее, вот. Урматы горымандар, біздин беру, эки тилде өтіп жатат, егерде сролырджи коментарийлер болса, біздин ватсап номерге жастаныздар болуды, 0706-580-555. Гулян дайым, процентық ставкалар бойынша, да, бір жолы, 40-шша, қайталып кетсеніздер, анткені, бұл мәселе ойынша сұролыр гүп болды, ақырқы беруізді. Емчоғырда азыр проценттен стапкалар бойынша айтылып кетті, біз ГИК өзінің проценттен стапкасын екі жолу ылдайлатқамыз, мына берінші жолу, наябр, 2019 жылы ылдайлаттық, екенші жолу, берінші майға қаратта, 2020 жылы ылдайлаттық. Бұға тейіндағы мамлекетің үш жолу төміндөті болған, азырдағы ұшын үстінде бізді жетептет ауыршу, Елмира Айым айтып кетті, азыр 31 декабырда, 791-ші ғұрықтың негізінде сұныштама ғатарында берілген ГИК, өзінің маржасын 1 пайызға түшірі ғойынша, сұныштама берілген ұш олып. Сұныштамаң үш жылы ғойында біз әзінің әзүйетін ұш ке өмінең әріпкөті ұмыс ұмыс ғойындық. Елмира Айым, Вы ұпамянули о маржа, о прибыли. Ваша организация она является полностью государственной или полу-коммерческой? Разъясните, пожалуйста, нашым телезрителям. Компания называется государственная ипотечная компания. У нас форма открытого акционерного общества, то есть по форме собственности мы являемся частной компанией. При этом 100% владельцем компании является правительство Крымской республики в лице фонда по управлению госимуществом. То есть мы, государственная компания юридически является частной компанией, при этом мы реализуем такую социальную миссию и вот мы пытаемся балансировать с тем, чтобы совсем не уйти в убыток. А вы знаете, как я сказала, что чтобы обеспечить всю потребность, которую мы имеем, нам надо работать с донорами. Соответственно мы должны вести такую разумную финансово взвешенную политику, не уйти совсем в минус и не допускать значительного ухудшения финансовых показателей. То есть вы вынуждены еще привлекать дополнительные средства. Да, да, да. Через различные международные структуры. Да, потому что я же объяснила, да, у нас огромный спрос, 9 миллиардов это только зарегистрированная часть спроса. Я уверена, по факту он гораздо-гораздо больше, значительно больше. Вот, и мы тоже, надо отметить, что мы с 10 августа 2020 года вели электронный процесс подачи заявки. И ввиду этого у нас спрос еще более возрос, потому что теперь подать заявку стало гораздо проще и быстрее, и легче, и дешевле. Вот, и прозрачнее. Работу с международными донорами, плюс развитие механизма ипотечных ценных бумаг. Вот, и сейчас эта работа нами проводится. До настоящего момента, я говорю, компания молодая, и мы изначально начинали, ну, кто даст сразу вновь созданной молодой компании деньги? Согласитесь, компания сначала вот вставала на ноги, реализовала различные механизмы, ставила нормативную базу, получала деньги с бюджета, и таким образом налаживалась работа, да, на сегодняшний день полностью отлажен механизм весь, отлично работающий, как часы, механизм работы ипотечной компании, да, вот прозрачный, открытый, и я считаю, достаточно эффективный, и с очень маленькой долей риска. Вот, и наша задача, самое главное, привлечь долгосрочные дешевые ресурсы и дать возможность каждому купить жилье, которое ему нравится, которое ему нужно, вот, в своем регионе, вот, чтобы человек имел купить именно не навязанное нами жилье, а вот, которое вот он хочет, вот именно в этой компании строительной пойти и приобрести жилье, и постепенно, в течение 15 лет расплачиваться. What? I've been talking a lot, а не думаю. Абдан көп фактлар бар бізде. Айтып қойу керек, бірин кем мұнан инерсейден баштаран көліп тираттан. Мамлекеттік ипотекалы кампания институт қатары. Институт қатары. Ушыл мен анализы сап көрсім. Мекемелерге, мамлекеттік мекемелерге, акционердік үлішіменен. Эффективті акционердік қолымдардың беріне кереткен. эффективность. В Кыргызстане. В Киргызстане. В Киргызстане. В Киргызстане. в 93-е годы, в 25-е годы, в 1925 году, в один институт, в Дракчайе, в один из самых крупных политических реакций. В Каеве, в два-три gidприниматии, в Бакиеве, в Мериан, в Киргызстане. Министерство 書ки, в Министерстве. В Декабье, в Вене-Мианее, в Азболуформе, в Евгене-Министерстве. В Киргызстане, В 2016 году Ушул институт был в Кудай-Жалгапе. В 2005 году Ушул получил результаты. Практика. В 2016 году Ушул получил результаты. В 2016 году Ушул получил результаты. Ушул получил результаты. В 2016 году Ушул получил результаты. В том числе и в том числе и в том числе и в том числе, и в том числе и в том числе, и в том числе и в том числе, Мамлекет-дик сингер, мамлекет-дик сингер, даю ли, джақадан алып, Бізге төрт көтшүргілі деген, бұл тап-тақыр мәселені, мәселенің өзіні түшін бүгіндікті. Берінші тапты алар талауы 6 пайызға, 6 пайызға. 6 пайызға. Ие, төрт көтшүргілер, төрт көтшүрсен ерттін түтттамырыменен жойдағы, Бізге тез кересіншек компенсация вердеп тачығады. Себебі, Боға теке қаршы ұшыл бүрттоп себептерді ағы тұрт көл ұл ұл ұдады. В этом направлении есть п polítичный форум. есть права поведения в системе. Вами будут немного, но а не в этом направлении. И одна, говорит, что нет, как надо не говарить. И она не права. Она говорит, что не надо будет. Она будет не глав. Когда вы получите шеу, так как не знаю, вы получите шеу, а еще не обучите шеу, Абизгем неге бекер бербейтесь. Я приобрела обширотворение всех персоналов. В общем, в том числе, как все люди приходят в систематике, в социальных сетях, в социальных сетях, и в социальных сетях, и в первую очередь, они не будут расстроены шестерства, а второе, это инфекция. Мои ошандуктан, мен айта делен, бұл жерде жалангана персоналық тарынулар жадатты. Бұл жерде ечқандай объективтің мәселе жоқ, жалангана субъективтің. Аларыны сөзіне қырағанда, кейір категориялар 14%-шын ставкамының төлір шеті көнкен келет. Был мы в чесны категории, чесны чжать тармакты мгекатегендарю, мы в ипотеках баллык оскарый и дар released. Был больших ценах в бюджетных наградах в дармактах и в 1%-те уходы. Здесь основные процессы, основные horrible процессы. Теперь это надо, что делать тормоз chessие на контакте, если бы не в коммерциалых рынок, в коммерциалых банках практики 23%-х месте. Уже одновременно, ну, в следующий раз это происходит, это вопрос, вы не знаете? Продолжение следует... 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 Если мы возьмем полный документ, мы должны обеспечить его на данный момент сообщества, Мы уже прошли, когда мы перебивали, что нет, но мы уже прошли, что мы прошли. Если мы говорим ошел сезон, я не могу говорить ошел. Подобным кпи демонстраторам, в 2-3 квартале, он получился санат, и паказа тилдерам, Альмария – Зайумчик, Карапаймел. Расквартал. Один раз партал. 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 Я хотела бы обучаться и обучиться с Эва, и я не хочу обучить его, но я хочу обучиться. В последние годы Мик, Джаулат, вы тоже были, если вы обучаетесь? Мы с вами о том, что мы обучаем, но я обучаю. Но в этом году у меня есть обучение. Потому что у меня было 5300 человек велики с донором. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...